Стояли двое детей. Я детей забрала. Спросила, что случилось. Соседи сказали, что рухнула плита, прижала мужчина. Пострадавший мужчина – житель этого дома. Вместе с детьми в момент обрушения он находился в подъезде. Известно, тагильчанин встал на перекрытие, чтобы проверить почту. Соседи подтверждают – все так делают. ЧП произошло вчера вечером в районе 18 часов. Рухнула плита перекрытия между подвалом и первым этажом. Сейчас рабочие обслуживающие организации устанавливают временное ограждение. К счастью, дети, находившиеся в момент обрушения, не пострадали. Мужчина провалился в подвал. Бетонная плита зажала ему ноги. На место немедленно выехали все экстренные службы города. Спасатели помогли достать пострадавшего. Он был госпитализирован в первую городскую больницу. Сейчас он находится в травматологическом отделении. Озвучиваются и первые причины произошедшего. Как заявили сотрудники обслуживающей дом организации, плита перекрытия не была закреплена. Вроде нету никаких незакладных, ничего не в сварке. Она не закреплена. Была, скорее всего, просто положена. Это действительно как бы несчастный случай. Однако, по словам жильцов, они не раз обращались в адрес управляющей компании. Стыки, плиты перекрытия замазывали цементом. Имела ли место халатность коммунальщиков, либо это брак при строительстве дома, выясняют следователи и прокуратура. Уже установлено, что в данном доме создано товарищество собственников жилья. Однако, функции по обслуживанию данного многоквартирного дома осуществляла компания «Ремстройсервис». В настоящее время устанавливается в полной ли мере сотрудники, обслуживающие этот дом организации, выполняли обязанности по обеспечению безопасного проживания жильцов дома. В рамках проверки проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего. Также будет установлено, повлияло ли обрушение плиты перекрытия на целостность конструкции многоквартирного дома. Также необходимо решить вопрос с восстановлением плиты.